В Вологду приехали автобусом из Череповца. Видео о первой половине дня 1 мая в записях на канале. Ехали долго, приехали поздно, аж в половину шестого вечера. Там еще холодно, по дороге то и дело видел куски снега, выглядывающие из леса. Вот эта часть видео будет скучной для проформы. Самый первый взгляд на Вологду. Идем по пешеходному шоссе в сторону юга. Никаких достопримечательностей Кремлей, только жизнь как она есть. Но что-то типа двух с половиной часов ехали из Череповца в Вологду. Теперь добираемся до гостиницы. Непонятно, как сегодня будем гулять. Скорее всего, никак. Гостиницу нашел тоже фиг пойми где по отношению к вокзалу. Мост, джедэ, дорога. Как будто не уезжали они туда из Череповца. Что-то прям нереальный ветер, холодно. Жесть, короче, еще и пять часов вечера. Субтитры сделал DimaTorzok Капец, все затоплено. Тут все, что ниже уровня дороги под водой. Такой островок частного сектора, среди многоэтажек. В ряд идут дома. И на них сверху смотрят, вот совсем свежая, видимо. Разобрались с жильем, скинули вещи и пошли в сторону центра. Сейчас 7 вечера, потому в сам центр не дойдем. Тут немножко улицы Гагарина в северном направлении. В Вологде в эти дни по вечерам нереально длинные тени. Может быть в Питере так же, но обратил внимание только здесь. Тут очень много новостроек. Там несколько домов старых, которые уже нежилые. Как будто перестраивают район, там сносят старые дома. Но все равно район выглядит такой вот окраиной. Несмотря на то, что он находится буквально километром центра. Улица заканчивается, а с ней заканчивается и асфальт. Так, успеем ли мы перед поездом? Я быстр, но поезд тоже несется. Как и в Череповце, здесь ЖД-пути прямо сильно выделяются на теле города. Как будто разделяя город надвое. И еще гаражи. Еще один то ли переход, то ли переезд через ЖД. Куча знаков. Эти районы уже поближе к центру, но здесь лучше не становится. В любом случае, этим вечером ничего толком не посмотрели, отложив все на завтра. Там еще какие-то дома частные, полуразрушенные. Спокойно, тут тихо. Вечером-то суббота. Выходного дня. Праздничного даже. Это мы, короче, сходили поужинать, и теперь ждем, когда нас пропустят домой. Собственно, как ожидалось, идея встать в 6 часов утра и погулять по Вологде с треском провалилась. Сейчас полдесятого. У нас два с половиной часа до выезда из квартиры. Сейчас по местности это погуляем, посмотрим, что здесь происходит. А потом после 12-ти там уже в центр двинем. Как будто иду по Прикубанскому округу Краснодара. Все точно то же самое. Дома, может, только пониже. А так плотность такая же вроде. Улица Гагарина. Собачка бежит куда-то по своим собачкиным делам. Тут все очень культурно, на самом деле, мне кажется. А вот здесь вот, ну, как, наверное, во всех новых районах, когда все сделали, дорогу еще не сделали. И дома здесь прикольные. Вот эти вот деревянные двухэтажные и одноэтажные. Получастный сектор, полу... уже такой индастриал. И если в Череповце нас предупреждали, что может падать черепица или не ходить там под сводами, то здесь на каждом втором доме висит табличка, что возможно падение снега и льда. Тут какой-то парк и рядом стадион. Видитесь, еще с таким советским оформлением, типа про виды спорта. И что-то там строят за забором. Вот оно все это дело. Физкультурно-оздоровительный комплекс. А тут лужа. А зерцо с уточками. И лужу тоже с уточками. Шли на юго-запад. Зашли в Ковыренский сад. Картинка обманывает. Все еще нифига не тепло. Солнце почти не спасает ситуацию. А вот, кстати, наш старый знакомый с собакин. Чайки. Офигеть. Вот такой вот Ковыренский парк. Чуть-чуть огляделся по району сверху. В принципе, вид сверху подтверждает настроение, что можно считать снизу. Относительно свежий район. Может быть даже спальня, где нет ничего такого, зачем ездят в Вологду туристы. Прям все как я люблю. А в ту сторону площадь Федулова. И раз есть площадь в этом районе, то ее обязательно нужно посетить. Фиг пойми, как здесь светофоры работают. Каждый раз нужно по полторы-две минуты стоять. Ну, по ощущениям. А район здесь все такой же свежий, новый. Новостройки. Вот эти вот бело-желтый стиль. Вполне цивилизованно. Этот район, опять же, мог бы быть где-нибудь. Я не знаю, хоть в Москве, хоть в Санкт-Петербурге не сильно бы выбивался из того, что там в целом происходит. Ну, за исключение вот этих вот цветастых реклам. Кажется, в столицах их все-таки поменьше. И судя по прогнозу погоды, нам очень повезло, потому что вчера показывало, что был дождь здесь. Ну, или позавчера. В общем, всю предыдущую неделю вроде как лило по прогнозу погоды. И завтра тоже пойдет дождь. А мы сегодня вечером уезжаем из Вологды обратно домой в Петербург. Тут за забором камень. Памятный сквер, заложенный ветеранами и сотрудниками ЭФСИН России в честь 40-летия образования учебного заведения. Видимо, какой-то режим на учебное заведение. Наверное, не стоило его снимать. Ни одной вывески нету. Но раз уж там памятный сквер, почему бы и нет. Учебное заведение ЭФСИНа. Здесь цитата Петра Первого. Тюрьма есть ремесло окаянное. Для скорбного дела всего нужны люди смелые, добрые и веселые. Жизнь прямо кипит, несмотря на сколько сейчас. Часов 11 утра, воскресенье. Такая тусовочная городская площадь. А то здание прямо на горизонте. Это дом культуры подшипникового завода. Так пишет Двагис. Там вон Юрий Шатунов 2 июня планирует приехать. Выставочный павильон. И вон там сверху что-то написано непонятное. Танц, класс, юла. О, это, видимо, фонтан. Это за площадью. Тополя, что ли? Тополи. Рыночек небольшой. Кардинально решили проблему холода в домах зимой. Просто всю стену упаковали в утеплитель. Снизу до верху. Главное, только одну стену. На втором окошке уже как будто не нужно. Бампер целый. Новостройки с кучей машин. Я не тот самый, который в Орламов, конечно. Но все равно примечательно. Так, а как я здесь ходить должен? В таком доме я бы жил, конечно. Меня в таунхаусе привлекают, чтобы с гаражом на первом этаже, чтобы сверху еще было два этажа. И при этом как будто квартира. Это, по-моему, еще самый шикарный вид жиле. Что-то, по-моему, мы попали в какой-то элитный район Вологды. С особняками. Целые дворцы. Район просто вот вырван из контекста. Выглядит, конечно, это всегда очень круто. Там кое-где остались такие полуразваленные, одноэтажные старые дома. Видимо, это еще один из примеров района, где посносили все старое. Построили новое. А так как оно оказалось в очень выгодном месте, то новое как бы в разы круче, чем то, что здесь было просто в сотни раз. Панельки. Без дорог во дворах. И целые плантации гаражного кооператива. За горизонт уходит. И где-то вон там, где торчат трубы, там еще какие-то новостройки. Город туда тоже продолжается. На каждом сегменте первого этажа по граффити. Я думаю, что, судя по оставшимся, те, которые там еще висят, я их показывать не буду, но судя по ним, вот эти вот мутные, короче, работы, я думаю, все поняли, что имеют в виду. Закрашивают, но все равно их количество как-то внушает небольшую тревогу. Реклама ЛДПР, прямо как в Череповце. Что-то они, видимо, в регионах решили себя пропиарить. При этом просто логотип написали, и типа дальше я должен сам додумывать, что они имели в виду. Это в преддверии каких-то там выборов. Я уже и забыл, что магниты так могут выглядеть. Главный плюс гуляния по этим районам, будучи туристом, это то, что на тебя никакого внимания и фактически никто не обращается и по барабану, что ты ходишь. С другой стороны, смотреть здесь нечего. Это такие жилые районы. А с позиции жизни, если бы я здесь жил, ну, я думаю, это все-таки неплохой район. Вроде все есть. Скорее всего, это благополучный район. Который вполне подходит для жизни. Он такой, как будто на ошибке отрезан от основного города, куда мы попадем после обеда. Но вот это вот реклама и вывесок. Это, конечно, да. И из чего реклама. Там что-то помотнее, поэтому обклеено брендами. Я кроме Estelle, правда, ничего не знаю. Внезапно что-то очень историческое за забором, правда. С трубой. В бане написано. Вышли обратно на Гагарина. Оттуда мы пришли. Часик назад, наверное, круг сделали. Здесь тот стадион, там, где дрон запускал. А мы пойдем в этот раз немножко прямее. Как будто в частный сектор заходим потихоньку. Вон дома бревенчатые. Стадион, стройка. Думаю, все-таки подобные районы уже можно записывать в исторические. Не знаю, сколько лет им осталось. Наверняка, что там, блядь, через 30 уже в этих бревенчатых домах никто жить не будет. Их срок годности закончится, а перестраивать их уже явно будет что-то более современное. Может быть, даже и в те самые многоэтажки, которые мы сегодня весь день смотрим. Просто кардинальным образом район поменялся. Кардинальным. Заборчики, да, есть деревянные. Которые в городе. Но я их очень давно не видел. Если когда-либо вообще видел. Колонки тоже тут по Вологде. Это уже как минимум вторая или третья, которую мы встречаем. Арыки, прикиньте. Это Арык. Может, их здесь канавой называют. Не знаю, как у россиян. У нас это называлось Арыками. Почти разобранный бревянчатый дом. Просто забор покосился. Тоже непонятно, живут, не живут. Деревянный. А давайте прогуляемся немножко по внутренним улицам. Надеюсь, не получить за это ни от кого. Как бы такие районы, люди обычно там друг друга знают. Чужаки редко залазят. Вот так вот уходит история. Иногда история уходит вот так вот. Сложно представить, что всего полчаса назад мы были среди новых многоэтажек. Это буквально отсюда сколько? Ну, полкилометра, километр. Здесь дороги даже нет. Здесь совершенно, конечно, другие фасады. Вышли на асфальтированную дорогу. Ну и вот можно последить, как в эти районы уходит дорога. Там уже никаким асфальтом не пахнет. Совершенно непонятно, как это выглядит во время дождей. Наверное, тогда на лодке нужно набираться. Очень, очень много воды. Наверное, в Вологде больше снега было, чем в Петербурге. Оттуда же все это дело на тепло. Вологда оказалась в несколько раз крупнее, чем я ожидал. С учетом всего лишь немногим больше 300 тысяч населения. Город основан в 1147 году. В этом же году была основана Москва. Иван Грозный планировал сделать Вологду столицей опричнины. Но что-то пошло не так, и строительство Каменного Кремля внезапно остановилось в 1571. Иван Грозный тогда покинул Вологду и никогда больше сюда не возвращался. А так, вероятно, мы бы сейчас имели на этих пространствах иные пейзажи. Сейчас догуляем до квартиры, соберем вещи и, наконец, отправимся в центр. Там окна заколочены. Ну, тут дома справа, они еще нормальны. Остановка. Мне очень пригодное пользование. Ну и все, короче, 12 часов дня отдали квартиру. Теперь отправляемся гулять в центр. Все по классике, как в предыдущие годы. С утра солнышко было, сейчас смотришь, как бы снег не пошел, как вчера было в Череповце. Картинка сейчас такая мрачновая, это должно быть видео. Я на самом деле не знаю, насколько там центр. Я имею в виду район Кремля, то есть вот эти все туристические места, куда люди обычно ездят, а не где мы шатались вчера и сегодня. Что-то очень похожее на завод. Там стекла выбиты на верхних этажах и обвешаны рекламой магазинов электроники. А вон там, на верхнем этаже, самым нарисован голубь, как будто бы и кормят птенца. Это птенец, здесь это окно, которое, кстати, нарисовано. Самый верхний ряд синий, вон весь нарисованы окна. Очередное болото. Вон там, где забор. Там мы вчера переходили, когда ходили ужинать. Перешли на другую сторону моста. Идем куда-то в сторону Кремля сейчас немножко обходными путями, но в итоге должны добраться туда в течение минут сорока, я полагаю. Как бы между дворами, но на карте обозначено именно как улица. Мимо прошли. Ну, надо было заглянуть, посмотреть, что это за зеленое место на карте. Ничего нету. Как будто двор. Улица Воровского. Написано в Вологодский казачий округ. Вот такое вот творчество. Куда-то вышли. Как минимум здесь есть солнце. Но это жесть. Это даже жесть не потому, что дома как бы все. Потому что снизу еще что-то осталось жить. А сверху уже жить нельзя. Это свет ислама города Вологда. Там находится внутри и какие-то развивашки. И шаверма. Вот такие дела. Храм Владимирской иконы Божьей Матери города Вологда. 1764 год. Гласит табличка Владимирская церковь. Церковь восстанавливают, однако ее возраст и значимость гораздо лучше считываются, пока она в таком виде. Реставрация однозначно нужна и дай бог, чтобы ее внешний вид не испортили в процессе восстановления. Притом в 70-х годах прошлого века ее уже реставрировали. В общем, антураже это все невероятно аутентично. Эта церковь называется Холодная для службы в летнее время. С понятиями Холодной и Теплой церквей я тоже впервые столкнулся в Вологде. Колокольня по внешнему виду должна быть примерно тех же самых годов. Это 18 век получается. Но благодаря тому, что она заброшена как будто полностью. Там на замок закрыто. Но если кому-то очень надо будет попасть, я думаю, он туда попадет. Я бы не хотел туда попадать. В остальном город как город. Вот еще один храм. Это храм Константина и Елены или Царь Константиновская церковь. Здание построено в 1690 году. Несмотря на советский период истории, храм выжил. Его восстановили и сейчас внешне ничего даже не напоминает о его осквернении. Церковь красивая, мне нравится. У нее тоже есть холодная и теплая части. Приближаемся к Кремлю уже. Вот туристические вывески, которые нам об этом объявляют вологодский Кремль. А у нас на горизонте еще один полуразрушенный деревянный дом. К примеру, в таком состоянии, которое мы видели буквально сейчас минут 20 назад. Да уж. Чуть-чуть осталось до Кремля. Абсолютно замечательные деревянные дома. Это моя отдельная любовь. Дошли. Вон они ворота Кремля. На самом деле это ворота именно в Кремлевский сад. Насколько я понял, он в план самого Кремля не входил. Сад с первых минут отсылает меня к Петербургским царским садам в городе и округе. Те же озерца, аллеи, отличное место для прогулок. Гора обзорная. Как с дрона летаешь, смотришь. Лестница страшная. Это памятник букве О. Посидим по окоям. Типа говорят, что было, где люди разговаривают окоя. На самом деле, за сутки, сколько мы здесь провели, я ни разу не слышал никаких отличий от нашей речи, от любой другой. Слушай, оперегись. Часовня. В честь двухтысячелетия Рождества Христова. то есть свежий совсем. Что-то непонятное и интересное. Ну, это очевидно главный городской сад, парк, куда горожане ходят отдыхать. Не уверен, что только туристы здесь. Лошадки. Там, не дай бог, еще ребятки в костюмах ростовых, которые пристают, предлагают сфотографироваться. Жилой дом 1842-1944 года. И Кремлевская площадь. И вот уже здесь начинается сам Кремль. Первое здание, которое мы встречаем, Софийский собор. Он построен в 1570 году и является старейшим каменным зданием города. Далее выходим на площадь, вокруг которой выстроена вся композиция Вологодского Кремля. Его еще называют Насонгород. Слева от Софийского собора его же колокольня. А еще левее Вознесенский собор. А это храм Александра Невского. Это здание построено во второй половине 18 века. Кремль находится на берегу реки Вологда. Чуть позже мы заглянем и на ту сторону. Вологда должна была стать северной резиденцией царя Ивана Грозного, а местный Кремль по проекту должен был быть построен в два раза больше московского Кремля. Но не сложилось, его не достроили и даже стены не все успели возвести. Уже в середине 17 века стены разобрали по кирпичам для строительства гражданских зданий. Вологда раньше имела большое значение в качестве транзитного центра внешней торговли, пока Петр I не организовал Санкт-Петербург, перенеся торговые потоки туда. Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ции troям, санкт-Петербург. Санкт-Петербург 오� Bath самым неожиданным событием для меня случилась возможность подняться на колокольню она построена в 1870 году а ее высота 78 с половиной метров можно купить билет на колокольню наверх подняться стоит это удовольствие 200 рублей на взрослого и мы его сейчас испытаем по-апосянски устроено еще ехать здесь капец так вот подвешено внутренностям кирпичной кладки можно сказать экстремальный аттракцион страшно вот прикиньте на то как держится половицы некоторые трясутся когда-то них наступаешь поднялись уже высоко вот если вот этой доски не было бы мощи был бы капец страшно так это отдел с колоколами честно говоря эти крепления ступени в купе с высотой колокольни вызывают недвойственные экстремальные ощущения вы просто представьте как эта конструкция держится внутри каменного здания и сколько людей по ней уже успела пройти у меня дрон ни разу за поездку не поднимался выше чем умудрился подняться я обзор с колокольни нереальный пожалуй это самое удивительное что случалось со мной за время поездки знал бы еще кто как я боюсь высоты даже сейчас пересматриваю кадр и голова начинает болеть обратно пытаться сегодня садитесь в какой-то речи аккуратно бить вообще нифига не страшно просто обычная колокольня подумаешь сколько там метров но будь моя воля может быть я каждый день 10 раз бы такое кардио проводил единственно что если двери не клопали вообще фигня просто раз-два поднялись спустились там сверху потусили короче за 200 рублей эту колокольню точно стоит посетить ощущения не то что незабываемые но точно не те что вы получите если будете смотреть на нее снаружи или даже с дрона вон там мы были отсюда тоже кстати не кажется что высоко а вот сверху сверху совершенно другое дело это архиерейский двор корпус экономский 1657 поэтому балкону наверху тоже наверно страшно гулять вон там если я не ошибаюсь оставшийся кусочек кремлевской стены лада x-ray вон там если я не ошибаюсь оставшийся кусочек кремлевской стены потому что ее всю разобрали тут типа на стройку чего-то то есть местные когда-то а чуть-чуть осталось совершенно случайно чуть не пропустил все это дело кто-то стена находится в самом самом далеком углу здесь почти никого нету два человека только что ушло но мне кажется это самый самый интересный экспонант вы прикиньте это целая кремлевская стена а это я на фоне кремлевской стены и будет нереально смешно если я вдруг ошибаюсь вот так я должен получше влазить и больше выглядеть именно как турист или как блогер например но вот эти блогеры которые знаете как национально разговаривать и любят снимать свое лицо но я так больше не буду делать со стороны двора и оставшегося кусочка кремлевской стены композиция софийским собором тоже выглядит прекрасно совершенно неприметный памятник девятнадцатого века еще одна церковь тоже старенькая церковь покрова при святой богородице на торгу построена во второй половине 18 века это ради чего стоит обратить на нее внимание скрывается прямо за дверью еще одна церковь ну и как будто попадаем в наш мир совершенно другое настроение и эта река называется вологда через нее не так много мостов ближайшем отдалении по карте 3 насчитал и вообще в принципе не собирался на ту сторону переходить но думаю все таки стоит церкви поэтому мы переходим мост и идем к той церкви очень приятная набережная так отсюда как она выглядит променад ближайшем отдалении от воды вода очень спокойная только мутная это церковь иоанна златоуста храм 1664 года мне кажется абсолютно шикарно выглядящее здание вне зависимости реставрирует его или она останется в таком виде когда смотришь на этот берег от кремля церковь просто захватывает все внимание без вариантов с другой стороны это памятник культуры федерального масштаба почему бы на этом основании не выделить на его реставрацию средств из бюджета а это если пройти туда дальше за мост вон он сам мост если мы пойдете если мы пойдем если вы пойдете прямо то будет примерно вот это я думаю что стоит вернуться как-нибудь перейти дорогу очень оригинально покрашена акценты расставлены на углах церковь дмитрия прилуцкого холодная с фресками 1710 год начало 18 века я думаю он наверно стоит вернуться на тот мост улица мира подписано туда причестнинская набережная в ту сторону но мы сейчас окольными путями до нее доберемся через площадь революция это место называется площадь возрождения площадь революции в ту сторону этот сквер мы сейчас пойдем если утром и гуляли по жилым районам об обед волок до открылась новой стороны исторической застройкой то здесь третья сторона города безошибочно угадывается современный центр в зданиях и самой площади единственное что властям стоило бы обратить внимание на асфальт чуток портит общую картину что-то интересное забитыми ставнями кировский сквер там улица ленина вологодский государственный университет какие-то таблички тоже видимо историческая но как минимум это 19 век здание мужской гимназии восемнадцатого века то есть даже не девятнадцатого а наверху оставили герб с ссср на самом деле она вот выглядит именно по советски больше а зайдем посмотрим кировский сквер памятник героям советского союза видимо участникам даже до участников великой отечественной напротив городской дворе скульптуры определенно значит вот это все это центральная площадь сам на такие центральные места волок да и что интересно если на окраине там вот этих светофоров тупых понатыкали на каждой перекрестке дожди не ездят то здесь на всех на всех перекрестках даже на оживленных светофоров нет почти нигде театр кукол памятник первому электрическому фонарю с легитимно писающей собакой жилой дом начала девятнадцатого века немножко прогуляемся в сторону домика петра первого есть есть такой полутора километрах от нас сейчас потом сделаем еще кружок по центру города и наверно будем закругляться в этих местах волок да выглядит гораздо уютнее чем мою увидели вчера только въехав и и петровский домик 17 век охраняется государством пушка 18 века музей петра первого оказался закрыт думаю в интернете можете погуглить посмотреть там реконструкция на самом деле а не то что было именно у петра первого и отправляемся обратно в сторону кремля сейчас обходными путями разумеется из чо какая-то церковь это улица первомайская идем в сторону улицы герцена которая по направлению к кремлю это храм покрова богородицы на козлёне был организован в начале 17 века а именно это здание построено в 1710 году наконец улица герцена сейчас по ней прогуляемся туда поближе к кремлю судя по всему одна из основных артерий городских и на карте также обозначена и солнце вышло чуть-чуть теперь в объектив слепит а там видно не видно но такие вот дома двухэтажные деревянные резные 19 века вообще для деревянного дома два века прожить это такая серьезная заявка если у этих у каркасных домов там срок годности 25 лет что ли тут не написано что это такое вернее написано что это это как раз комитет по охране объектов культурного наследия дом левашова 1829 год конечно деревянный пишет и еще что-то интересное деревянное особенно меня радует колонна они судя по всему тоже деревянные памятник архитектуры 19 века министерство культуры рс фср до сих пор табличка а это видимо памятник архитектуры нулевых правительство вологодской области здание у них прямо прямо такой вот фундаментальная конструктивизм или как это называется центральная площадь здесь она реально крутая не у всех городов-миллионников есть такие площади целом вместе с культурными достопримечательностями с тем районом которым увидели с утра вот этот новый новостройки ну складывается впечатление что город развивается растет и живет как своей самостоятельной жизни театральный сквер и опять похолодало опять солнце зашло за туча сколько ж можно вон поглядывает кремль не кремль а колокольня кажется именно та на которой мы сегодня забирались мвд здесь видимо тоже вечный огонь был это судя по всему театр в честь которого сквер и назван вернее это точно театр все настроение нагулять закончилось заканчивала заканчивалась и наконец закончилась сейчас чуть-чуть еще прохватим буквально метров 700 жалко сейчас не лето сейчас весь все зеленое было бы и было бы тепло не то что сейчас что-то интересное надо проверить это дерево посадил гейдар алиев во многих городах что-то посадил или открыл солнце под углом дает красивый эффект лежащего света весь день гуляем и такие образчики культура искусства встречаю в первый раз памятник побег из ада там на горизонте справа стоит танк как памятник это я тоже почему-то встречаю в первый раз волок где обычно по российским городам ездишь все из них плюс-минус состоит я может быть здесь тоже день парк победы есть которым и пропустили как в череповце например был вчера состоящий целиком из военной техники и обратно на улицу ленинградская там впереди мост на джеде путями которые мы сегодня проходили но сейчас мы пойдем немножко другим маршрутом свернем налево улица кирова вот тоже совсем недалеко от тех мест где туристический кремль вот это все и уже совершенно другое настроение совершенно уникальное дело новостройка из сруба а табличка там указывает что это реставрационная работа но реально выглядит это как будто заново строят там явно бревна многое очень нетипичным выглядит этот храм храм священно-мученика власия епископа севастийского 1710 24 года 18 век и finally улица мира с которой мы уже уйдем на вокзал на этой стороне речки вроде как ничего интересного нету такие жилые районы после кремля уже тяжеловато здесь гулять крайнее что мы увидели вологде храм святителя николая на глинках он построен к 1676 году в смысле каменная церковь до того здесь были церкви еще старше и это с учетом того что кремль отсюда в небольшом отдалении отсюда мы уже пошли ужинать перед отъездом если в поездке какое-то заведение мне особо примечается я о нем говорю в видео естественно мне за это не платят в этот раз порадовала кафе на глинках в это место можно съездить специально там и сервис и выбор и внимание к деталям шикарное место рекомендую попробовать фирменный кофе с алкоголем унзран райзая варки эндетон виркин сум банков что в переводе означает что наша поездка в вологду и вологодскую область завершена как минимум в рамках этого райзая путешествие завтра мы будем в санкт-петербурге спасибо вологде все было хорошо и до скорых встреч до вологда интересный туристический пункт если только не петлять вокруг кремля походить по городским улицам полагаем мы посмотрели достаточно много но наверняка упустили что-то еще в любом случае считаю что на волокду нужно выделять один день этого достаточно чтобы не устать от города а с собой домой нужно брать местные настойки из маркета плюс мы взяли баночку клюкиного варенья будем вспоминать волокду из дома через время demás все и и и и и